Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке и внедрении прорывных транспортных технологий Skyway. В этом выпуске. Разнокалиберная обойма. Кто создает концепт будущих юниконтов? На волне. Для чего Экотехнопарку разрешение на использование радиочастотного спектра? Спасай планету. Почему струнные технологии отказываются от использования бумаги? И наша традиционная рубрика – это день в истории Skyway. А теперь обо всем по порядку. Продолжаются работы над созданием большегрузного юниконта, развивающего скорость до 120 км в час и грузоподъемности до 32 тонн. Напомню, что задача транспортного средства – перевозка морских контейнеров длиной до 40 футов. Юникон предназначен для индустриальных объектов, инфраструктуры портов и мест добычи полезных ископаемых. Однако в нашем сюжете специалисты управления дизайна и архитектуры струнных технологий под другим углом взглянули на долгожданное транспортное средство. На данный момент это ведется разработка пассажирских модулей для юниконта. Направление 2 – это подвесной и навесной. Этот транспорт может быть и не только возить контейнеры, но и некие модули. Самый лучший дизайн, по моему мнению, это тот дизайн, который, ну, когда ты приобретаешь объект и обнаружишь в нем функции, о которых ты не знал, за которые ты не платил. Ну, вот мы здесь видим, это уже переработанный юниконт. На базе него установлен пассажирский модуль. Он в работе еще, здесь часть только его. Мы можем видеть там пассажиров уже. Это обязательно внедрять, так сказать, человека в среду, которая разрабатывается, чтобы опираться на него параметры. Наш отдел предлагает какие-то в каких-то проектах более интересные решения по свету, да, по эргономике, по материалам, по, значит, взаимодействию, да, всех вот этих элементов. Я скажу так, это, конечно, достаточно уникальный случай для вот таких вот дизайнерских бюро, когда в одной обойме сосредоточены специалисты разных направлений. То есть тут тебе и графический дизайн, и полиграфический дизайн, и концептуальный дизайн, и 3D дизайн, и технический дизайн. И, в общем-то, все-все-все, тут, ну, трудно что-то еще себе представить, чем мы, чем наши специалисты не занимались бы. Компании струнной технологии получено разрешение на использование радиочастотного спектра в экотехнопарке Skyway. Задача цифровой радиосистемы оперативно-технического назначения – организация надежного и безопасного канала передачи данных между подвижным составом и его наземной инфраструктурой, ибо связь – ключевой элемент в любой критической ситуации. Главное преимущество технологии состоит в отсутствии проводов, а также в возможности оперативного развертывания сети по всему периметру комплекса. Уже установлено радиопередающее оборудование на одной из промежуточных опор провисающей путевой структуры. В данный момент проводится мониторинг технических показателей работы системы и выявление возможных проблемных зон. Наши специалисты делают все возможное, чтобы струнный транспорт Юницкого был безопасным для пассажиров. Ускорить процесс делопроизводства в три раза удалось специалистам управления автоматизацией бизнес-процессов. Автоматические рабочие места на основе платформы 1С созданы нашими разработчиками. Иными словами, в соответствии с экологической ориентацией компании и политикой в области качества, закрытое акционерное общество струнной технологии уходит от бумажного документа оборота. Носить разного рода бумажки из кабинета в кабинет больше нет необходимости, а эффективность обработки данных растет. Подробности в нашем сюжете. Ранее документы проходили согласование со всеми руководителями сотрудника, который оформляет какой-либо документ, то есть по всем ступеням управления. На сегодняшний день процесс оптимизированный таким образом, что согласование проходит только с непосредственным руководителем, а остальным параллельно идет ознакомление, то есть не происходит задержка на этапах согласования документа. К примеру, начальник юридического отдела направляет нам запрос на автоматизацию процесса согласования договоров. Он предоставляет нам информацию о последовательности маршрутов согласования и о критериях согласования. Мы собираем всю информацию с владельца процесса, которым является начальник юридического отдела, и со всех участников процесса, таких как, например, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела и другие заинтересованные сотрудники. Собираем с них всю информацию, обрабатываем ее, оформляем в виде регламента процесса и утверждаем у генерального директора. Выгода внедрения системы электронного документа оборота и работы всех сотрудников в единой информационной среде является предоставление оперативной и достоверной информации о деятельности всех структурных подразделений для эффективного и более быстрого принятия управленческих решений на всех уровнях управления. Полную версию данного видеоматериала ждите на официальном сайте компании и канале в YouTube. Семь лет назад московская аудиторская компания Hold Invest Audit оценила рыночную стоимость бренда струнного транспорта Яницкого в 400 миллиардов, 867 миллионов, 433 тысячи долларов США. Сумма поистине астрономическая. Например, рыночная стоимость Газпрома в том же 2013 году составила всего 10,5 миллиардов. Объектом оценки стали исключительные права на интеллектуальную собственность и ноу-хау, включившие в себя плоды 35-летней интеллектуальной, научной и экспериментальной деятельности Анатолия Яницкого. Интересно, что главной проблемой оценщиков стало отсутствие аналога для сравнения. С железной дорогой некорректно, с канатной только внешнее сходство. По уровню комфорта, надежности, безопасности и долговечности, струнный транспорт Яницкого оказался сравним разве что с высокоскоростной японской эстакадой. Но и та, по мнению московских экспертов, проигрывает струнным транспортным системам, как тогда назывался Skyway, по характеристикам. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект и вы всегда будете выше всякого сравнения. Строй Skyway, спасай планету!